Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи баракятху, дорогой брат. Алейкум ас-саляму арахматуллахи баракятху. Хотелось бы, чтобы ты представился нашей аудитории. Как тебя зовут? Откуда ты родом? Как мы знаем, ты являешься Куран-Хафизом. И хотелось бы также узнать, как ты выучил Священный Куран, за какой промежуток времени ты выучил Коран, кто является твоим мотиватором, кто является причиной тому, что ты начал изучать Слово Всевышнего Аллаха субханаху ва-та'аля. Басмилляхи рахмани рахим. Меня зовут Зарифи баракатуллах. Родом я из Таджикистана. Благодаря отцу и с его помощью, позволенной Священной Аллаха, я начал в возрасте 12 лет, закончил в 14 салхафизом Корана, аль-Хамдануллах. Машаллах, то есть за два года, получается, вот вы выучили Священный Куран, да? Аль-Хамдануллах, да. И получается, как-то отец контролировал этот весь процесс? Или был учитель? Все благодаря отцу. То есть отец был учителем? Да, да. Но отсюда, если не секрет, отец тоже является хафизом, получается? Неполноценным, но, аль-Хамдануллах, тоже. Многое знаем, аль-Хамдануллах. А на данный момент чем занимаетесь? В данный момент являюсь читателем Корана в заборных мечетах города Москвы. И также являюсь в Муазием там. А насколько я знаю, в соборной мечети там несколько часов читается Коран, да? Вот вы сколько часов там читаете? Я читаю 4 часа там. 4 часа. Ну, многие, кстати, которые узнают вот об этом деле, ну, не тяжело 4 часа читать? Ну, как бы для начала бывает тяжело, потом как привыкнешь, и станешь легче. Потому что это Коран, общение с Аллахом. Время быстро проходит и незаметно. Да, почему я спросил, потому что, ну, у каждого разный уровень. Там иногда сидишь, читаешь, там 30 минут, 40 минут, и уже как-то человек устает, который тем более не Хафиз. Поэтому 4 часа это много. Вот поэтому такие вопросы складываются в голове. Хотелось бы узнать вот тот промежуток времени. Я знаю о том, что когда ученые говорят о заучивании священного Корана, они говорят, что именно детям надо прививать это в маленьком возрасте. То есть вот до 15 лет. Потому что дальше уже тяжело. Потому что появляются заботы, в голове уже много информации. И вот с 12 до 14 лет вот вы выучили. Я знаю о том, что некоторые учат от 8 до 10, от 6 до 8 лет. То есть вот этот вот промежуток времени, промежуток заучивания, 2 года, он был тяжелым, легким. Как вам вот? Да, за короткий промежуток времени вы выучили. Но вот этот вот процесс заучивания тяжелый был? Вот процесс заучивания, в любом деле, можно сказать, вначале появляется труд. Надо пройти это. Также изучение Корана вначале очень бывает тяжело. Некоторые даже могут бросать все изучение и оставить всю эту тему. Ну, аль-хамбду, что отец у нас был, можно сказать, жестким. Строгим. Да, строгим. Не дал нас, чтобы мы оставили этого, пошли до конца. Поэтому бывают тяжелые моменты. Вначале, да. Поэтому надо делать сабр и идти до конца. Раз мы затронули эту тему терпения, что бы вы могли посоветовать вот нашим братьям, которые, или сестрам, да, которые хотят заучить Священный Куран? Вот какими качествами нужно обладать? Да, первое, самое главное, это терпение. Во-вторых, постоянство, чтобы они каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть не оставили этим делом и шли до самого конца. Иншаллах, у них получится. Иншаллах, Рахман. Ну, я думаю, что здесь, если вот постоянство, это тоже очень важно. Если постоянства не будет, да, мы приходим к тому, что Пророк, саллиллаху, алейкин вассалям, сказал, что Куран убегает от человека, как будто бы вот ты развяжешь узлы верблюдов, и они убегут от тебя. То есть еще быстрее. Ну, а насчет вот того, что вы сказали о том, что вначале трудно, но потом, аль-хамду лилля, вы сказали о том, что потом легче становится, да. И мы, наверное, приходим к аяту Священного Курана, где Аллах Всевышний Астану и Зубилля говорит, «Валя кадь яссарна ль-кур'ана ль-зикр», да. И аль-хамду лилля, то есть вы являетесь одним из примеров того, что за два года, да, Священное Слово Всевышнего Аллаха Субаханаху ва Таалли у вас в сердце уже, да. И это постоянство, также терпение помогает тому, чтобы это хранилось в вашем сердце. Можете, пожалуйста, рассказать немножко про методологию? То есть я знаю о том, что в Турции есть методология такая, что изучают 30-й джуз наизусть, потом, ну, поскольку он самый легкий, да, а потом возвращаются к первому джузу, первый джуз учат, потом 29-й. И вот так вот, в начало и в конец, в начало и в конец. Вот вы какой методологии учили? Ну, я учился лично вот с конца, допустим, 30-й джуз, и потом так же 29-й. А, с 30-го и до 1-го джуза? Да, и до 1-го. У нас такая метод была. А, с Субханова. Да. Потому что мы начинаем с легких, ну, 30 джуза, наверное, считается легкими. Да. И так же 29-й тоже получается легкими. Поэтому с легкими и трудными. Да, с легкими получается на тяжелое переходить. Ну, аль-хамдулилля, аль-хамдулилля, мы с вами познакомились. На самом деле я очень горжусь тем, что наши братья, наши братья из Таджикистана, они очень усердны в этом. То есть для меня, мы же братья по вере, и между нами нет национальных вопросов. Хоть я сам из Азербайджана, хоть я и сам из Азербайджана, вы из Таджикистана, но для меня это всегда честь с хафизами сидеть вместе, потому что вы люди, которых Аллах Всевышний почтил, именно хафизов, тем, что вы храните Слово Всевышнего Аллаха, субханаху ата'али. И я очень горжусь тем, что именно в Таджикистане очень много хафизов. То есть это подрастающее поколение, оно учит Священный Куран, и есть чем гордиться на самом деле. Вот это действительно есть чем гордиться. В конце я бы хотел вас попросить, как Куран хафиза, у меня всегда вот интерес, вот какое самое любимое место из Священного Курана, и что бы вы могли бы нам почитать из Священного Курана, чтобы вот это вот маджлиз, собрание, закончить Словом Всевышнего Аллаха? Уминя, хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok